Приветствую вас. Мне кажется, что в ответ моего коллеги Кудрышова Игоры Леонидович является наиболее лакомичным и корректным с точки зрения орицания вашей ситуации. Мне кажется, что сам по себе период не решит какой-то вашей проблемы. Например, проблема того, что мнение родителей для вас важно. Но на сколько что вы там делаете так, как хотят и хотят они и так далее. То есть вам, ну, реагируете, вы как-то реагируете на то, что они условно вам говорят, что вы там плохая, да, что хотите уйти, что вы плохая, что хотите съехать и так далее. То есть это же ваша реакция определённая. Вы на это реагируете определённым образом, как мне кажется. И самое важное здесь, как мне кажется, а именно вот поработать с этой реакцией. То есть, чтобы вы реагировали на это, скажем так, ну, более конструктивно, что ли. Вот, потому что сейчас вы реагируете на это довольно-таки негативно, очевидно, да. То есть вы реагируете на это и с чувством вины, вы реагируете на это и, как вы говорите, трясучкой и прочее, прочее, прочее. И, наверное, нужно сказать, что переезд, сам по себе переезд, как таковую эту проблему не решит вам. То, что у вас, например, может возникать чувство вины, да, или то, что вы как-то вот негативно к этому относитесь. То, что вам тяжело воспринимать, вот, ну, крики, там, родителей своих и так далее, вот. То есть это, на мой взгляд, очень важный аспект. Думаю, в первую очередь я бы поговорил о том, чтобы помочь вам обрести некоторую внутреннюю целостность и уверенность. По-другому взглянуть на своих родителей, на себя, вот, обрести больше духовную, психологическую, если угодно, свободу. Вот, и уже после этого думать, думать, что делать. А то ведь вы переездите, а родится, что страны будут с вами, на себя, и страны будут, как бы, на вас влиять. Вот, да, вы совершенно вскользь упомянули, и на это указал мой коллега, то, что вы чего-то боитесь. Нам сейчас, сейчас, сейчас засчитаю. Вы пишите, я знаю, как опросить их, как реагировать на их реакцию, я не знаю, очень страшно. Наверное, вкратце не могу. Пишите, пишите вы. Вот, эээ, чего вы боитесь, вы пишите, что вам очень страшно? Страшно, что? Что страшно вам? Что вызывает страх? Наверное, наверное, как мне кажется, это, эээ, вполне может быть чувством вины, вполне вероятно. И вероятно, что вы боитесь этого самого существа вины. Именно вам, именно существа вины, вам может быть, эээ, в той или иной степени неприятно. То, что, ну, вот, вас могут, там, обвинить, да, в чем-то и, вот, вы, например, ну, можете бояться, что, что вы действительно плохая, что вы действительно бросает своих родителей и так далее. Но, как мне кажется, на глубинном уровне, более глубинном, по крайней мере, исходя из моего опыта, очень часто это страх ошибок, ошибок, ведь. Родители, которые выстраивают отношения вот так, они, ведь, зачастую, очень требуют чего-то от вас, они хотят чего-то, чего-то от вас. И, 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 их, и, их, такое вот требование к вам, оно, эээ, ну, мало того, что оно выматывает само по себе, то есть, ну, просто вот, создаёт такое вот ощущение, да, что, очень тяжело, очень трудно. Помимо этого, ещё, ээээ, здесь есть вот такой нюанс, что вы, как будто бы, приучаетесь, ээээ, к тому, что ошибок, ошибок делать категорически нельзя. И, если вы совершите ошибку, то что-то плохое обязательно с вами, ну, например, превендесят страх ошибок. Почему возникает страх ошибок? А, это, потому что, это, вот, требование к себе, это, в какой-то степени, вина, да, вот, ну, ну, в общем, эээ, в общем, примерно, вот, в таком ключе я бы вам, эээ, дал бы, эээ, от ответ. И, как мне кажется, именно в таком ключе вам нужно двигаться, ээээ…в контексте, ну, в контексте, контексте, работа над собой в контексте терапии, а не безусловно. Безусловно, важно физически отдалиться от ходителей. Безусловно, нет всякого сомнения, что важно. Но это не по-настоящему. Придумать, считать, что что-то вам поможет. Но это немножко наивно. Поэтому не вводите себя в заблуждение, а просто позвольте себе позаботиться о себе немного. Позвольте себе быть собой, быть настоящим. И, соответственно, тогда уже будете думать, как вам поступать и в какую сторону вам двигаться. Потому что, честно говоря, мне кажется, что вы сделать этого не можете. То есть, честно, вы сейчас можете это противобежать от своих родителей. Это такая штука. Ну и, в целом, у меня есть тут такое ощущение, да, что у вас тут достаточно такое, я бы сказал, подавлено негативно. Состояние на текущий момент, на мой взгляд, по крайней мере. Важно понять его, это состояние ваше и помочь вам от него немножко освободиться хотя бы. Ну, настолько, насколько это возможно для вас сейчас, ну, на текущий момент времени. Такая вот история. Такой вот аспект, то, что я вам могу сказать. Поэтому от самого перенеса, как такового, зависит, наверное, очень мало. Собственно, ничего. Много зависит именно от того, как вы себя воспринимаете. Мне кажется, что гораздо важнее не то, что вы физически отдалите, сколько вы больше будете стараться сделать то, что вам по душе. Вот, например, не хотите вы встречаетесь с ними в Новый год. Ну, не встречайте. Вот. А число вины, которое является подавленной гостью, нужно прорабатывать. Вот. Такая вот история. Следующий момент, который не совсем ясно, но вы говорите, что в следующем году вы собираетесь снижать и пишите, что перед этим сложнее, как реагировать на их реакцию. Поэтому страшно, как быстро и безопасно ехать с родители. Не очень. Я, честно говоря, понимаю, что вы здесь имеете в виду, если вы собираетесь съезжать в следующем году только. Вот. Ну, то есть у вас, вероятно, есть что-то вроде плана, да? Каким образом это здесь связано с быстро? Честно говоря, я не понял. Думаю, если вы поясните этот момент, будет очень хорошо. В целом, вы не позволяете себе быть собой сейчас со своими родителями. Как мне кажется, связано это отчасти с тем, что требуют. Требуют они от вас, а честно с тем, что связано как вы привыкли. Ну, то есть, вы привыкли. Так, как вы привыкли. Так жить могут. Вот. Ну, это, я бы сказал, корректироваться при желании, конечно. Вот. Так что решать и выбирать вам. А тратить свое время на... Мне кажется, не стоит тратить свое время на то, чтобы избегать. Вот. Вот. Такой ответ я могу вам сейчас дать. На этом, пожалуй, все. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь. Если родителям. Будет здорово. Ну, то поможет вам начать работу над собой. Вот. Вот. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Такой вот, некоторый. Старт. Некоторый. Понимаешь? Некоторый такой толчок. Вот. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Самого доброго. И удачи.